Первенство Европы обошлось без представителей стран Старого Света. В Сочи приехали более 50 спортсменов, все из российских регионов. И это не только потому, что нашим в шашках равных нет. Если я провожу чемпионат мира, играет Америка, играет Австралия, играет Канада, играет Германия, играет Израиль. На детскому спорту они не уделяют него. И поэтому детей нет. Шашки, я не считаю это видом спорта, это каким-то особенным. Это инструмент сегодня для воспитания нормального российского поколения. Основная игра – быстрые и молниеносные шашки. Каждый игрок участвует в трех видах программы, которые отличаются по времени, отведенному на партию. Турнир проходит по круговой системе, то есть каждый играет с каждым. За столами чемпионы России, Европы и мира. В их числе и Одиса Ахаминова, спортсменка из Кабардино-Балкарии. Шашки для меня не просто увлечение, а что-то более важное. Я играю с малых лет, и шашки уже стали как бы родные для меня. Чемпионат Сочи стал возможностью и для тренеров со всей страны поговорить о судьбе шашек. Признаются, полезная интеллектуальная игра переживает не лучшие времена. Секций становится все меньше, энтузиастов, готовых увлечь шашками детей, тоже поубавилось. Но такие все же остаются. Тренер из Чувашии, например, привез в Сочи солидную команду – 12 человек. Дети потянулись, тем более у них есть возможность время от времени попасть сюда. Видите, прекрасные края. Это у нас происходит в мае месяце, в сентябре. Это тоже неплохой стимул. Чувашские спортсмены из Сочи планируют увезти не меньше 20 медалей. Рассудит игра. Итоги первенства Европы подведут в эту субботу. Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.